Как же скучно! Как это сказать на английском? I'm boring or I'm bored. Я растерян. А как это сказать на английском? I'm confused or I'm confusing. Как выбрать подходящее по смыслу окончание прилагательных? Ed or ing. Сегодня это обсуждаем. И небольшой тест сразу с ответами в конце. Меня зовут Вероника и это Puzzle English. Если прилагательное заканчивается на ing, это значит, что мы хотим описать какой-то предмет или человека, да, то есть дать ему характеристику. В английском хорошо работает такая фишка, как иметь легкий пример в голове и под него подстраивать все сложные примеры. Так как я почти уверена, что каждый сможет сказать интересная книга на английском, то пусть это и будет вашим легким примером. Интересная книга an interesting book, то есть мы описываем книгу, мы даем ей характеристику, какая она. И по этой же логике мы возьмем более сложное слово, которое очень часто путают даже давно изучающие английский. Скучный, скучающий, bored or boring. Продолжая рассуждать так же, как и с интересной книгой, мы понимаем, что когда мы описываем что-то, то выбираем окончание ing, то есть скучная книга a boring book. То же самое, описываем книгу, даем ей характеристику. А теперь давайте посмотрим, как меняет смысл окончание ed. Оно позволяет нам говорить об ощущениях, об эмоциях, о том, что вы чувствуете или чувствует другой человек. То есть мы не даем себе характеристику, какое это, какой он, она, а мы говорим о том, что он, она чувствует, что я чувствую. Давайте вспомним, когда мы описывали книгу, мы говорили a boring book, то есть скучная книга. Это было легко, мы с этим разобрались. Теперь давайте подумаем, можем ли мы так же сказать a bored book? И что бы это значило? Мы не можем так сказать, потому что окончание ed говорит о том, что кто-то чувствует. А сама по себе книга может что-то чувствовать? Конечно, нет. И теперь давайте сравним другие два примера. She's boring, she's bored. Чувствуете, чем они отличаются? She's boring. Тут стоит вспомнить легкий пример с книгой. Interesting book, boring book, это описание. То есть she's boring, это тоже описание. Она какая? Она скучная, она неинтересный человек. А вот she's bored, это то, что она ощущает. То есть ей скучно. Может быть, ей нечем заняться. И она, например, сидит и скучает. Чтобы закрепить понимание, давайте попробуем сделать небольшие задания. Вы будете стараться угадать самостоятельно, а потом я буду давать объяснение правильных ответов. Потому что мы описываем речь. Она была какая? Она была вдохновляющая. А вот далее Потому что это мои чувства. Как я себя ощущаю после этой речи? Очень вдохновленные. Он был раздражен, когда он пропустил начало фильма. Это его ощущения, его чувства. Поэтому he was very annoyed. Обратите внимание, что если вы скажете annoying, тогда вы даете характеристику этому человеку. То есть он раздражающий, надоедливый, что не является комплиментом. Поэтому будьте аккуратны, чтобы никого не обидеть. Следующий пример. Здесь мы как раз описываем звук, что он раздражающий, надоедливый. Поэтому как из interesting book мы выбираем У меня есть новости, которые могут быть тебе интересны, которые тебя заинтересуют. То есть это твои эмоции, твои ощущения. А значит, мы выбираем interested. Похожий пример. Она не особенно интересуется спортом. Также мы говорим о ее ощущениях, о ее эмоциях. Таким образом, не только глаголы могут заканчиваться на ed и ing, но еще и прилагательные, которые мы разобрали с вами сегодня. Очень надеюсь, что нам удалось передать логику, которой нужно руководствоваться, чтобы сделать правильный выбор между окончаниями ed и ing для прилагателей. Если остались какие-то вопросы, то пишите их в комментариях. А также мы будем рады видеть темы, которые вы хотели бы разобрать. Спасибо, что сегодня были с нами. See you soon!